Всем привет! И сегодня я постараюсь помочь начинающим рыболовам выбрать правильную леску. Ну что значит правильную? Это значит леску, подходящую для определенных условий ловли и определенной толщины. Начнем с чего? Что лески в принципе делятся на три типа. Это монофильные лески, флюрокарбоновые лески и плетеные лески. И по порядку. Монофильная леска. Это самая обычная леска, которая выпускалась и 30 лет назад, и 20 лет назад, и 40 лет назад. Единственное, что изменилось с того времени, что значительно выросла ее прочность. Если, например, 20 лет назад леска 0,12, держала у нас примерно 0,8 кг, то теперь она держит у нас 2,55 кг. Флюрокарбоновая леска. Чем она отличается от монофильной? На вид она не отличается практически ничем. Точно такая же леска, как монофильная, только как утверждают производители, делается она из сплетения нескольких волокон, и в воде такая флюрокарбоновая леска меньше видна для рыбы. Что сильно улучшает клев. Но это так заявляют производители. По мне так большой разницы. Я между монофильной и флюрокарбоновой как-то не заметил я разницы. Единственное, что вот флюрокарбоновая леска, она меньше тянется. Ну и еще производители утверждают, что эта леска более стойкая к перетиранию. То есть, будет дольше служить и лучше работать. Ну, насчет дольше я не знаю, так как лески я меняю на удочках каждый год и вам того советую. Больше одного года леску не использовать. Третий вид лески. Это плетеная леска. Ну, все, наверное, видели ее. Это такая вот на вид, как нитка леска. Применяется она в спиннинговой ловле, в фидерной ловле, в карповой ловле. Ну, и вообще, может применяться в любой ловле. Ну, за исключением поплавочной. Позже я объясню, почему не стоит ее использовать в поплавочной ловле. Ну, и начнем. Какую нам выбрать леску? К примеру, мы с вами идем ловить на небольшое озеро. И ловить мы собираемся там, карася весом до одного килограмма. И ловить будем на обычную баллонскую удочку. То есть удочку с кольцами. Ну, длиной, к примеру, 5 метров. Там, с обычной катушечкой. Ну, возможно, кто-то вот такие катушки ставит. Какую нам выбрать леску? Я бы посоветовал выбирать леску как можно тоньше. Лишь бы она смогла выдержать вес рыбы плюс небольшой запас. Чем тоньше леска, тем ее меньше видно в воде, тем меньше боится ее рыба, и значит, лучше клюет. Вот я часто замечаю людей, ну, в большинстве случаев это или начинающие рыболовы, или уже наоборот, такие, как говорится, закоренелые, матерые, вроде бы на вид рыболовы, пенсионеры. Вот они любят ставить неоправданно толстую леску. Видимо, это сказалось влияние советских времен, когда, вот, к примеру, сейчас леска 0,12 держит 2,5 килограмма, в советское время 2,5 килограмма держала леска 0,25. Вот они примерно так и делают. Ставят леску 0,25, а некоторые даже и толще. Ну, а потом удивляются, почему у них рыба не очень-то хорошо клюет. Рыба попросту боится толстой лески. То есть, чем тоньше леска, тем лучше. Вот я, например, если ловлю карася до килограмма, до полтора, ну, или там леща такого же размера, то я ставлю основную леску, к примеру, 0,16. Вот она держит 3,65 килограмма. Ставлю леску тонущую. Кстати, пока вспомнил, у лески есть ещё такая характеристика. Это тонущая или плавающая. Если ничего не написано, значит она плавающая. На тонущих лесках обычно пишут вот надпись синкинг. То есть, тонущая. Чем она лучше плавающей? В ветреную погоду плавающую леску несёт ветром, и она тащит за собой поплывок. Но это, понятно, не есть хорошо. А тонущая леска, она тонет. И поплывок у нас стоит на месте. Ветром у нас леску не гонит, и всё у нас хорошо. Единственное, что можно сказать насчёт тонущих лесок, что, вот, к примеру, вот эта вот дешёвая леска за 100 рублей, и хоть и на ней написано, что она тонущая, но я бы не сказал, что она такая уж и тонущая. Её приходится топить самостоятельно.